Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 20 ноября, и давайте посмотрим, с чем у нас открывается текущая торговая неделя. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня торгуется уже ниже минимальных значений, которые мы увидели в пятницу и в четверг, что в рамках часового таймфрейма возвращает нас к нисходящей тенденции с ближайшими целями движения в области 1.16 и 1.15.60. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы увидели в пятницу, а именно отметка 1.18.20, тогда движение в области 1.20 уже будет более вероятно. Но пока торгуемся ниже данного уровня, основная тенденция остается на ослабление евро по отношению к американскому доллару. Пара британский фунт и американский доллар продолжают укрепляться на сегодняшний день. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.3259 и далее уже пойти на 1.3314. Возврат к продажам по данной паре будет актуален в том случае, если мы увидим британский фунт ниже отметки 1.3169. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое снижение. Ближайшие цели на сегодня – это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.1191 и далее уже пойти на отметку 1.110. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 1.1113. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели на сегодня – это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2822 и далее уже пойти на 1.2917. Ну а возврат к продажам по данной паре будет актуален в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 1.2713. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели на сегодня – это обновление минимальных значений пятницы, область 1.7535 и далее уже двигаться на 1.7499. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален в рамках часового таймфрейма, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу, отметка 1.7606. По паре еврофунт также сохраняется нисходящая тенденция. Ближайшие цели на сегодня – это движение уже в область 1.8795. Ну а возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 89.53. Золото вернулось к покупкам, в пятницу смогли закрепиться выше максимальных значений четверга и в пятницу уже доходили до отметки 1296 долларов за тройскую унцию. Ближайшие цели на сегодня – это закрепиться выше максимальных значений пятницы, ну и далее двинуться уже на 1304. Возврат к продажам по данному активу будет актуален, если мы увидим золото ниже отметки 1278 долларов за тройскую унцию с последующими целями движения на 1268 и 1258. Нефть марки Brent в пятницу смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в четверг, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает к покупкам по данному активу с целями движения. Сначала на отметку 63.11 максимум, который был зафиксирован в пятницу, ну и далее уже на 64.67. Возврат к продажам по данному активу будет актуален в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений пятницы, отметка 61.23. Индекс DAX в пятницу попытался начать свое восстановление уже вновь к росту, но к концу дня мы увидели закрытие ниже открытия торговой сессии. И сегодня с утра мы торгуемся уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, что в рамках часового таймфрейма пока вновь нас возвращает к продажам, то есть к коррекционному нисходящему движению по индексу DAX 30. Поэтому на текущем тенденции одноослабление сохраняется. Ближайшие цели по движению это область 12689. Ну а возврат к покупкам будет актуален в том случае, если мы увидим индекс DAX выше отметки 13094 с последующими целями движения на 13500. Ну и по биткоину вновь мы увидим исторический максимум. Сегодня доходили уже до отметки перевалили за 8000 за один биткоин и на текущем тенденции на укрепление по данному инструменту сохраняется. Ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма находится на минимальных значениях воскресенья, то есть вчерашней торговой сессии на отметке 7659. Именно преодоление данного уровня уже вернет нас коррекцией по данному инструменту. Ну а пока рост сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что сегодня понедельник. Это значит, что в 19.30 по Москве состоится вебинар, на котором мы более подробно разберем из каждой из инструментов с перспективами движения на предстоящую неделю. Поэтому вас на него приглашаю. Ссылку на регистрацию вы можете найти под описанием к этому видео. Ну и напоминаю, если вам оно понравилось, если оно было для вас полезным, то обязательно ставьте лайк. И те вопросы, которые у вас появляются, пишите их обязательно в комментариях. Всем желаю хорошей торговой недели и до свидания.